всем привет с вами районор и прекрасное настроение и вот у нас наступил пятый день лета в нашей гномории и к нам уже прибыло два купца помните мы с ним торговали по достаточно выгодным для них сделкам вот пожалуйста результат купцы сразу же к нам более радостно более большем количестве при по прибывали но надеюсь мы сможем с ними торговать достаточно успешно правда и надеюсь их сейчас и еще и не убьют до кучи потому что мало это какие дикие гоблины и прочая нечисть может чаще шарахаться даже непонятно где купцы наши что-то их даже не вижу ага вот тебе насколько понимаю купцы все-таки добрались до места до до купцы добрались до места и также к нам хочет добраться и гоблин до нашего места поэтому самое время попробовать или рановато еще я боюсь что мне пока еще не готова в нашем количестве броня давайте просмотрим вашу броню на туго три наплечника так что пока что все в режиме так называемом в режиме ополчения так как-то вот идеально в режиме ополчения сейчас подготовим встречу нашим радостную нашим дружелюбным товарищем которых я уже успел заприметить так и давайте здесь разметим варс тэшн номер четыре и пускай как раз четвертые есть еще одна вещь которая могла бы сейчас нам помочь да вот видите наши гномы некоторые спят вообще есть еще такая вещь как колокол если построить такую вещь что он разбудит всех гномов в округе переполошит так и где 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 уже видел этого гоблина только что неужели слинял оба даже не просто гоблина ух чё-то я очкую так сказать давайте подождем чтобы побольше гномов и собралось но их много-много их должны же победить ой 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 так все короче сейчас мы тебя будем посмотрим чё он делаешь ты хоть щитом в один уставший короче давайте всей толпой на него и посмотрим что зато выйдет дружно скопом всем уруру блям и звук уже сразу нехороший мне не понравился этот звук звук был давайте поближе нашу войнушку это звуки страшные раздеть его разделе разложили так population но только один у нас как бы раненый слегка был уже и он кажется уже подлечился да все перебантовали все немножечко еще под давайте сейчас все в кучку соберемся мне кажется что нам нужно дать еще одному гоблину в бубен в дыню ну куда-нибудь уж дать надо ну а че мы все это боимся да боимся надо давать им иногда так сказать как раз под дождем то бедного гоблина и даже ни одного мы сейчас замесим я надеюсь нас много а их мало да нас сильно много ну и и прекрасный и слава богу что все обошлось что все у нас наше гномье наше все прекрасно раз раскидала гоблинов и я снимаю задачу с гвард стейшена все пускай занимается все делами теперь хватит прохлаждаться прохлаждаться ничего так прохладились но мне понравилось отлично отработали гоблинов просто прекрасно вот что значит толпой из каждый просто дал пинка и нормально и все и гоблина нет что рассказал же все так ну вроде как обошлось все шлемы тащат колбасу из них сейчас будет делать до садика есть резкий шанс того что меч все-таки там или оружие какое-то там будет до год который сгоблена что она будет именно цельным то есть непоношенным негадрешан все-таки имеется так ну все достаточно хорошо обошлось с этим давайте посмотрим чем могут предложить нам торговцы так нас очень интересует наверное в этот раз ты принесли и альпак и яков так пятый день лето то есть нас будет еще не это и 8 в запасе до того чтобы набрать нужном количестве такую вещь как зерно давайте посмотрим 243 это хорошо то есть мне такое подозрение так 196 мы считали на яков да на альпак же нам понадобится точно также 14 животных вот сколько не едят вообще непонятно до 196 на 2 короче 380 соломы я думаю что мы сможем это потянуть что в этот раз мы сможем этим за за этот сезон мы достаточно заработаем поэтому да я заведу себе еще альпак 1 паку и 2 альпака девочки очень заманчиво предложение но пока что возьму только одну и как мы понял помним теперь я им чтобы народ торговцы ко мне приходили более радостно более дружно это к чему это можно пока еще не решил ну будем их всегда скажем так подбадривать тем что будем платить полтора раза больше стараться давайте попробуем разобраться с нашими статуэтками смотрите некоторые статуэтки уже строят по 30 по моему это хорошо вот было без без бесполезная глина до стала полезной так что уж не знаю то как думает а мне кажется о плохо этих статуэток да он пожалуйста как бахнули и нравится так что-то мне как-то время 1400 на довесок давайте саженцам дадим каких-нибудь или или дешевые вот вот это вот до до 500 добьем мы вот 5 вот этого пожалуй все с альпаками разобрались сделку завершили и и сразу же давайте следующую сделочку провернем по а ну-ка не появилась ли такой вещи не принесли ли нам наконец-таки ух ты руду принесли молодцы конечно не интересует в наконец-таки принесли вот грибы теперь наши гномов будет омлет мы сможем делать чай и вообще прекрасно все ну то есть там нет конечно чтобы сделать нужно еще ему приручить но у нас вот пожалуйста есть такая вещь наконец-таки эти семена нам приволокли а также я заметил здесь руду 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 серебряную я вообще хочу всю руду всегда скупать вот это вот у меня такая вот ну мания что ли не знаю потому что из потом из этой же руды я свой же королевство и буду делать более красивым это же из этой же руды потом сделаю и в обратку запущу называется эту же руду из нее же сделаю кольца например те же самые ювелирные красивые да и и обратно жить им этим же торговцам и загоню так что руду я стараюсь скупать по карману бьет это руда ох 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 ну ладно 2 160 и эту сделку мне кажется уже не так легко по уладе получится провернуть но мы попробуем давайте давайте посмотрим что у нас пожалуй это все стоп ветки до которые у нас были 580 денег условных денег семян семечки сейчас тоже продавать не хочу потому что знаю что семечки сейчас потребуется у нас для м которых я тоже хочу себе забрать а вот этого 800 сразу смело смело сдаем 800 клиппингов этому торговцу березовых клиппингов тоже смело двухсоточку вот так раз 1500 набрали нет зерна все-таки мне не хочется отдавать вот не знаю совсем не хочется давайте дешевым вино поскидываем сразу неплохое плохое пиво тоже так так давайте сыр по плохой сразу же тоже поскидываем вообще весь сыр так что это apple вот а это у нас тележки некоторые хорошие некоторые хорошие некоторые очень потом мы с ним будем заниматься пока 5 или какие есть все наши не ничего отдавать не будем так слитки прекрасно что то есть конечно да боюсь это не совсем интересное конечно зрелище торговли но без нее никуда это я сейчас вам явно показал как можно разбогатеть на камни на обычном камне так ну чтож я наверно тогда пока серебряную руду откажусь от нее и малахитовую руду откажусь 1400 а мы расчетами должен 2100 олово олово это наша бронза а бронза это уже нечто более серьезное чем то что я ношу сейчас ладно так 1600 1600 если это сколько у меня получается 1750 1685 даже калькулятор как-то нужно да так так если 1400 то я должен так короче я не буду сильно заморачиваться начну вот так скидывать по десятку ну что мои калькуляционные способности что-то как-то месяц решили отказать еще десяток так 1000 1500 по и 185 чего-нибудь мы обратно себе забираем да ну вот березовых саженцев 185 обратно заберем вот сюда 1500 и вот таким то есть две полуторных сделки да конечно прям не сверх шикарных но я вас провернул вот и купил наконец-таки очень интересующий я их ни разу еще не выращивал семечки семена грибов да то есть это не может можно будет делать подземные фирмы так и здесь я построю сразу же закажу на постройку такую вещь из боксита опять же чтобы нашим альпакам тоже было где корниться прям прямо непосредственно на месте ну конечно фуншуй и прочими делами потом займемся сейчас мы сразу заметим чтобы на парковом пастбище у нас может быть два мальчика максимально и 13 девочек вот я конечно бы хотел бы еще и закупить тему для ему мне нужно срочно обморочно придумывать какие-то места давайте посмотрим как у нас сейчас обслужат ли наших так давай давайте сначала профессию фермера немножечко подкорректируем и сделаем в ней пастбище чуть-чуть более приоритетный потому что ренчеров у нас нету и не будет вот теперь кто-то должен заняться срочно пастбище вот-вот-вот фермера занялись пастбищем у себя не будет отдельной профессии ренчера который будет там заниматься именно у меня будет профессия фермера которая будет всей всей пищей заниматься так ну что ж дела относительно неплохо идут но к сожалению большую часть серии я потратил на торговлю это было очень азартно и увлекательно смогу ли не смогу аж целых два целых два торговца пришлось да и с какими товарами я честно говоря вот семена эти первый раз получил и в следующей серии наверно мы ими и займемся а с вами был ренор пока пока счастья вашему дому